дорогие друзья вот мы готовимся к празднику песах и сегодня поговорим про проведение седера дома уже все готово хамец продан и утром в канун песах и сжигается хамец который вечером накануне надо поискать сделать дикан хамец и кухня уже подготовлена все поверхности покрыты ременьями фольгой и стол подготовлен тоже покрыт фольгой и теперь вот уже накрыт стол на котором будет проводиться седер самый лучший скатерть и стоит самая лучшая кишерная посуда для песах и вот уже после молитвы мы возвращаемся домой и начинаем готовиться к седеру ну во-первых седер желательно проводить не торопясь хотя у нас есть все равно необходимость в первый седер закончить его вовремя в этом году это до часа четырех минут ночи каждый год немножко по-разному чтобы суметь съесть афикаманду этого времени тем не менее проводить это надо с достоинством по-королевски и человек который ведет седер он подобен царю поэтому все проходит так торжественно кедуш принято делать стоя сначала мы готовим киару перед седером таким образом что мы складываем три мацы прокладывая салфетки между ними и мы укладываем все необходимые части это зроа которая приготовлена еще до пейсиха пожарена с учетом 1 2 писах за пределами израиля и кладется на справа вверху потом вареное яйцо слева вверху посередине кладется марор это лист салата который тоже вымот проверены просушен еще до праздника и вовнутрь сладется натертый хрен недавно было видео где рассказывали люди которые были бухурим и участвовали на цедре любаеческого рыбе он делал такой как снежный шар сжимал этот натертый хрен как такой теннисный шарик делал нажимал его делал даже больше чем положено по галахе и добавлял туда еще кусочки не тертого хотя бы три кусочка не тертого хрена это кладется в середину потом внизу кладется хирос это натертое яблоко с орехом с грушей и с другой стороны карпас мужчины используют обычно лук кусочек лука и женщины могут использовать вареный картофель внизу еще кладется также марор завернутый в салат хрен натертый для сэндвича который мы едим и используем это во время сэндра и так кедуш принято делать стоя наливают бокал минимум должно быть восемьдесят шесть миллилитров вина то есть по галахе стакан не должен быть меньше он не должен слишком большой и его надо наполнить целиком и выпивать после кедуша наклоняясь на левую сторону и желательно это делать залпом одним затяжным таким глотком во время кедуша произносится первое шагихи яну дополнительное благословение и женщины которые зажигали свечи им не нужно это повторять и и так далее важный момент что следующий все идет по сэдру да все идет по порядку и мы после того как мы все приготовили сделали кедуш мы переходим к следующему моменту это урхац урхац это мывание рук как на хлеб то есть три раза на правую руку три раза на левую руку и это делается без благословения и следующий момент и следующий этап сэдера это карпас мы берем вот этот приготовленный кусочек лука или картофеля и окунаем его в соленую воду и говорим благословение только после того как мы окунули это это в этот момент важно думать и учитывать благословение это распространяется также на марор и на корах на этот сэндвич с марором который мы будем есть позже и желательно съесть не больше чем кизаид небольшое количество этого лука чтобы не говорить после этого благословения после еды именно этот кусочек и есть скажем минхак такой чтобы не класть этот марор опять на киару на тарелочку которую мы приготовили следующий этап это яхац яхац преломление мацы преломление средней мацы ее ломают там же где мы ее положили на киаре и берут большую часть и делят ее на пять частей на пять частей это пять частей эфикомана которые мы сохраняем до конца седера и вот эта вторая часть сломанная она остается также остается на нашей приготовленной киаре на этой тарелке так во всех случаях во всех случаях когда мы делаем значит вот это преломление этот эфикоман его ну принято отдельно положить и так некоторые держат у себя чтобы его не не потерять у некоторых некоторых по некоторым традициям дети ищут его потом чтобы получить подарок у асидов хабада не принято чтобы дети как бы воровали забирали чтобы не не давать им ощущение вот этого вкуса воровства ну а те кто досидят до конца седера тем обещают подарок после следующий этап седера это магит чтение агады агада читается громко и весело есть моменты в агаде где рассказывается про мацу тогда при открывают мацу на киаре в самом начале агады от слов вот хлеб бедняков дважды повторяются слова лишь она оба первый раз во втором из этих слов ударение ставится на втором слоге оба наступающем году в стране израиля во второй раз на последнем слоге оба в наступившем году то есть мы уже будем свободные люди сразу после этого отодвигают киару в сторону и наполняют второй бокал чтобы возбудить у детей любопытство столь необычным началом то есть вообще весь цедр делаем для того чтобы выполнить заповедь и расскажи детям своим да это заповедь которую маше рабейну сразу после исхода из египта передал за счет этого сохранилась вот эта связь между поколениями и евреи поддерживают и передают эту традицию то есть мы делаем цедр с одной самой главной мыслью и желанием научить наших детей этому пониманию принято что каждый из детей задает четыре вопроса а то есть вот эта песня мани штана ее поют на иврите некоторые поют на идише и каждый должен проговорить ее эту песню где задаются четыре вопроса и дается ответ на них на словах кровь и огонь столбы и дым а также при перечислении десяти кар египетских ведущий отливает немного вина из своего бокала берется для этого значит до пейсов важно некоторые вещи нужно приготовить до пейсов например марор натереть хрен натереть салаты эти листики приготовить приготовить посудину такую с надрезанным или испорченным краешком куда мы переливаем вот это вино когда мы перечисляем десять казни египетских вино отливают слегка наполняя бокал в такую вот посудину и потом эту посудину после того как это сделали ее надо удалить со стола то есть это считается что это не хорошее вино его нельзя оставить на столе произнося слова это маца которую мы едим принято брать вторую и третью мацу вместе с салфеткой на которой они покрыты а произнося слова этот марор который мы едим кладут пальцы на марор и хазерят да таким образом хотя перед тем как есть карпас уже омывали руки перед трапезой их омывают снова и в отличие от первого раза произносят благословение произнося благословение выращивающих хлеб из земли слегка приподнимают все три мацы да то есть когда это уже следующий этап рахца да когда мы мываем руки на хлеб с благословением то значит мы произносим благословение на вот эту мацу которая лежит на столе на кеаре и произнося вторую произнося гамоц элехо минаарет все три мацы все три которые у нас лежат мы держим в руках а после благословения а потом после благословения третью мацу выпускают из рук давая ей соскользнуть как бы на стол таким образом следующее благословение повелевший нам есть мацу который мы произносим произносит только над верхней целым мацу и оставшиеся частью второй мацы сверху при этом следует иметь в виду что это благословение относится также и к ореху то есть к этому сэндвичу который мы будем есть позже и к третьей маце то есть и к третьей маце и к шайкаману затем от каждой мацы которые держали в руках произнося благословение отламывают по куску каждой величиной кизаиты съедают их вместе облокотившись на левый локоть то есть здесь есть такой минхак что мы берем верхнюю мацу и вот эту вторую которая 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 же надломлена и съедаем их да то есть надо съесть минимум кизаит да вот по традициям хаббада съедают две половины круглые мацы это даже два кизаита чтобы исполнить эту заповедь и едят ее облокотившись на левую сторону мацу не надо макать соль но едят ее облокотившись и в течение по разным данным четырех семи до девяти минут быстро не разговаривая сосредоточившись на том что мы делаем да и это съедают не прерываясь не отвлекаясь если это слишком трудно по крайней мере надо сделать так насколько это возможно перед тем как есть марор следующая этап следующий этап это марор листья салата с хреном его окунают в хоросет который тут же стряхивают чтобы горечь марора не ослабила произносят благословение повелешь нам есть марор и это благословение относится также к марору в корыхе который мы позже будем есть когда едят марор на левый локоть не облокачиваются следует есть марор величиной скизаид не более чем за 4 минуты тоже быстро поскольку большинство людей трудно исполнить в заповеди авторитеты галахи исполнять определили минимум который должен каждый съесть 19 грамм чтобы еще больше облегчить исполнение этой заповеди марор может включать больше салата чем хрена человек который вообще не станет есть марор должен по меньшей мере пожевать его чтобы почувствовать горечь не произнеся при этом благословение слышал такое объяснение что когда мы едим марор иногда выступают слезы и это как бы искупление и мы просим всевышнего чтобы эти слезы когда мы едим марор заменили все другие чтобы он нас не испытывал и чтобы не давал нам повода в будущем году чтобы у нас были слезы слезы печали чтобы это заменить коры делают следующим образом от нижней мотцы отламывают кусок величиной с кезаид то есть берут половину и кладут на него кезаид хазерит и накрывают то есть завернутый в салат хрен натертый кладется в середину потом накрывается вторым второй половины этой нижней мотцы и прочитывают отрывок так делал ели или съедают опершись на левый бок значит тот кто особо следит за тем чтобы не есть мацу смоченный с какой-либо жидкостью не окунает корох в хоросы и опосыпает корох небольшим количеством сухого хороса и тут же стряхивает его во время трапезы не принято облокачиваться на левый локоть так вот мы уже переходим к корох мы скушали шульхан орох это праздничная трапеза начинают трапезу с яйца съедают это вареное яйцо с киары перед тем как съесть яйцо его окунают в соленую воду которую окунали карпас в знак скорби в разрушенном храме и невозможно совершить в нем жертвоприношение во время трапезы в ночь пейсаха запрещается есть жареное мясо даже мясо птицы предварительно сваренное в воде однако нет запрета есть жареную рыбу или яйца в течение пейсаха принято тщательно оберегать мацу от любого соприкновения с водой так значит когда мы кушаем мацу за столом это очень важно держать такой пакетик под мацой чтобы не сыпалась это на стол в тарелку и особенно когда мы кушаем вот эту трапезу чтобы не смешалось мац с едой и не едят ее и не макают в еду как это обычно может быть кому-то вкусно то есть едят мацу отдельно а еду отдельно только в самый последний день пейсаха можно и даже нужно кушать мацу вместе со всей едой причина этого всего что у нас есть опасения что в момент макания может образоваться хамец потому что на маце может остаться остаток какие-то следы муки и она может закваситься в связи с этим обычаем принято прикрывать мацу на обеденном столе чтобы на нее случайно не попали капли жидкости или наоборот чтобы крошки мацы не попали в воду или суп прежде чем налить какой-то напиток в стакан проверяют нет ли там крошек мацы в пейсах не принято после омовения пальцев перед биркадом азон маем охроним проводить ими по губам то есть как обычно мы делаем мужчины делают после еды прежде чем сказать биркадом азон омывают пальчики и потом проводят по губам в пейсах этого не делается мацу запивают только кошером для пейсах вином о котором точно известно что к нему не подмешивали воду с пределами за пределами страны израиля в последний восьмой день пейсаха принято есть именно моченую мацу в супе чая ну как мы уже говорили тогда есть даже традиция такая макать мацу во все в конце трапезы но до биркадом азон ведущий достает афикаман разламывает его и раздает всем присутствующим в принципе надо съесть казаид афикамана но если на всех участников трапезы афикамана не хватает к нему добавляет необходимое количество другой мацы тот кто хочет исполнить эту заповедь как можно лучше съедает афикаман величиной в два кизаито один в память о пасхальной жертве а второй в память о маце который согласно закону торы следует есть вместе с мясом пасхальной жертвы так же как тора предписывает съесть до полуночи мясо пасхальной жертве так и афикаман надо съесть до полуночи время ее наступление следует выяснить по календарю мы уже сказали в этом году это 1.04 в Берлине голоха запрещает есть афикаман в разных местах даже в одной и той же комнате например часть за одним столом и другую часть за другим если афикаман потерялся его можно заменить другой мацой шмура вот этой мацой ручной работы после афикаман ничего не едят и не пьют даже воду за исключением положены бокалы вина третьего и четвертого афикаман если забыли съесть афикаман но вспомнили об этом до прочтения брикат амазон афикаман съедает немедленно итак далее мы приходим к следующему моменту это барах значит на барах это мы говорим беркат амазон мы наливаем третий бокал и после того как мы сказали беркат амазон выпивают этот третий бокал также есть еще некоторые моменты важные сейчас мы об этом почитаем наливают также четвертый бокал после того как третий выпили и бокал для пророка илиаху и с этого начинается вторая половина цедра ее содержание не воспоминания прошлого пророчества о будущем избавлении в котором возвестит пророк илиаху то есть все то что связано с машиахом значит в этот момент еще открывают двери и главную дверь и выходят со свечой к двери и читают шфох хамадха с горящей свечой так вот это делается на улице или дверь на балконе в этом году это не совпадает песок не совпадает праздничный день субботы поэтому вот мы берем свечу и произносит вот это шфох хамадха такой отрывок излей ярость твою и мы что мы демонстрируем в этом что мы демонстрируем что сегодняшняя ночь лейль шмурим охраняемая ночь когда мы никого не боимся и в награду за эту веру всевышний приведет машиаха и зальет ярость свою на народа не признающие его чтение галеля не нам не нам но им не твоему возобновляют только тогда когда посланный открывать дверь и возвращается к столу при чтении заключительной части галеля галель нерце а это следующий этап седера все присутствующие должны отвечать ведущему желательно чтобы в их числе были по крайней мере двое взрослых старше 13 лет в принципе для ответов на галель могут присоединиться даже те кто не участвовал в этом седере после того как выпили последний четвертый бокал на ночь и четвертый бокал наливается выпивается и прочитали заключительное благословение говорят в наступающем году в Иерусалиме затем ведущий выливает вино из бокала пророк ильях обратно в бутылку в то время как все присутствующие по обычаю поют напев который сочинил алтеребы основатель движения хаббата после окончания седера не говорят закончился седер пейсах так как в духовном смысле у седера нет конца и он продолжается в течение всего года после окончания седера следует по возможности дольше пока не одолеет сон заниматься изучением торы связанных с праздником пейсах рассказывать об исходе египта о чудесах совершенных всевышним для наших предков первую ночь пейсах перед сном читают только первый раздел шма дослов и на воротах твоих и благословение гомопель за пределами страны израиля во вторую ночь праздника перед сном читают полностью шма как субботу и праздники во второй день пейсаха принято во время трапезы вспоминать что именно в этот день царица эста разоблачила гомана на перу царя хашвироша и в честь этого подавать на стол какое-либо дополнительное блюдо это был вот раздел шульхана руха и также есть отличие во второй день пейсаха что он не ограничен по времени что там не надо спешить всем чтобы вовремя съесть афикоманы можно делать это спокойно размеренно веселого кошерного праздника хорошей правильной успешной спокойной подготовки чтобы все успеть сделать все вовремя как следует и пусть будет веселый радостный теплый праздник для всех нас ну ну ну